Этот интерактивный коврик с вопросами и ответами, необычные обучающие пособия по финансовой грамотности, умный пол, так называется эта игрушка, произвел фурор еще в первый день форума. Причем впечатлила она не только детей, но и взрослых. Какие существуют источники дохода, как обеспечить финансовую стабильность, какие бывают деньги. Это, так сказать, тест для учащихся в игровой форме. Часть детей действительно в какой-то момент выяснила, что они не всегда правильно читают вопрос. Они неправильно читали вопрос и неправильно отвечали. Как только они дочитывали вопрос до конца, они отвечали правильно и при этом им было интересно. При этом, кажется, 6-7 класс, ну что им там бегать-то? Они с удовольствием бегали буквально через 10 минут после того, как они понимали, что это интересно. И главное, они получали от этого отдачу, потому что им учитель был практически не нужен при этом. Сегодня такие виртуальные игры активно расходятся по школам страны и имеют небывалый успех. Ведь помогают закономерности скучной, небезызвестной всем экономической формулы – деньги, товар, деньги – усваивать весело. И что немаловажно, со школьной скамьей. Поэтому и участниками первого дня форума были именно дети. В некоторых финансовых играх, например, специалисты будущего, они выступали наравне со взрослыми и даже обыгрывали их. Там есть одна из игр, которая посвящена тому, как выстроить свой жизненный путь с учетом имеющихся ресурсов. У нас дети играют, играют взрослые. То есть, допустим, тебе 14 лет, ты заканчиваешь, 15 лет, находишься в последней стадии, либо заканчиваешь школу, у тебя есть определенные ресурсы, два раза помощь родителей, финансовые средства. Ты должен дойти до 45 лет состоявшимся успешным человеком. У нас педагоги некоторые на 18 лет говорят, а как так? Все, помощь используем, денег нет. В таких играх ребенок выстраивает определенные модели поведения. Учится управлять личными финансами, временем, чтобы чувствовать себя уверенно во взрослой жизни. И вообще, пора вводить финансовую грамотность в школьные программы, уверены специалисты. Некоторые регионы давно идут по этому пути. В КОМе, кстати, в этом году собрали лучшие практики городских и сельских педагогов. Они войдут в сборник, который разойдется по школам. Впрочем, ликбез необходим и взрослому населению. Кто в зале знает, какая должна быть подружка безопасности? Чем больше, тем лучше. Давайте тогда так. Просто сойдется или не сойдется. Подружка безопасности должна быть в размере трех месячных размеров зарплаты. Тем не менее, в КОМе идет большая работа по повышению финансовой грамотности населения. Речь идет, например, о проекте «Народный бюджет», в рамках которого жители республики сами выбирают, на что направить выделенные средства. Инициативное бюджетирование – это тоже часть глобального проекта, так скажем, нашей мега-задачи по развитию гражданского общества. И, безусловно, развитие именно инициативы, чтобы каждый гражданин мог поучаствовать как в распределении финансов, так и в контроле над их использованием. И, собственно говоря, в дальнейшем сохранении тех объектов, обычно это благоустройство или социальная сфера, небольшие объекты, которые инициативное бюджетирование позволяет финансировать. Скоро в Коми откроют методический центр по основам финансовой грамотности. А еще появятся финансовые волонтеры. Сегодня их обучают в молодежном клубе Академии Госслужбы. Свои знания уже готовы нести в народ.